Без крыши, над головой и в постоянном страхе. Почти семь месяцев эти люди прожили под обстрелами российских оккупантов. Спасают раненых украинские защитники. Отзовитесь! Я вижу, вижу. Куда ранены? Оказывают первую помощь и увозят подальше от войны. Украинские правоохранители и военные помогают местным жителям выезжать из опасных районов. Это северное поселок возле Торецка. Из-за постоянных обстрелов жить тут невозможно. Люди живут на линии соприкосновения. Нам позвонили по телефону и сказали, что все же хотят эвакуироваться. На данный момент очень много семей выезжает. Было 500 семей. Из них осталось в городе менее 100. Ведь российская армия постоянно обстреливает жилые кварталы, уничтожает инфраструктуру. Люди остаются без электричества, тепла, воды. Украинские власти призывают выезжать из прифронтовых районов. Я думаю, что после дооккупации придется вывозить людей из городов больших, таких как Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Потому что россияне разрушили всю критическую инфраструктуру. Принимать временных переселенцев готовы все украинские регионы. К примеру, Тернопольская область приняла больше 85 тысяч эвакуированных людей. Все переселенцы могут рассчитывать на государственные выплаты. Предусмотрена государственная помощь на проживание внутренне перемещенных лиц, которая выплачивается в размере 2000 гривен ежемесячно на одного человека. Если мы говорим о детях и лицах с инвалидностью, для таких людей помощь выплачивается в размере 3000. Поначалу людей обустраивают в пунктах компактного размещения, чтобы они могли отдохнуть и прийти в себя. Эти пункты оборудуют в школах, санаториях, детских садах. Со временем большинство выбирает жилье в аренду. На сегодняшний день в области проживают 74 тысячи переселенцев. Подавляющее количество ВПЛ у нас проживает в частном секторе и самостоятельно снимают жилье. У нас более 5000 семей из Житомира приютили на безвозмездной основе. Они возмещение получают из государственного бюджета. От международных организаций они приютили более 17 тысяч ВПЛ. У нас есть и места компактного проживания. Их 17 по области на сегодняшний день. Условия, в которых проживают люди, проверяют и местная, и центральная власть. В преддверии холодов – это один из приоритетов. Задача местных властей – обеспечить места компактного поселения ВПЛ всем необходимым, чтобы люди могли нормально пройти зимний период. Если учреждения нуждаются в утеплении, ремонте или замене тепловых коммуникаций, нужно немедленно на это реагировать. Правительство, в свою очередь, также поможет. Будем привлекать международные гуманитарные организации. Обеспечение надлежащих условий для переселенцев в преддверии зимы – наша общая ответственность. Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Обеспечить украинцев работой – еще один приоритет правительства. Для этого запустили единый портал вакансий. Там публикуют объявления о работе в разных регионах в соответствии с профессией и ожидаемым уровнем зарплаты соискателя. В Кабмине уверены, портал поможет стимулировать развитие экономики.